Привет! Мы на выставке Акватерм 2023 в Москве, в Крокус-экспо. И здесь большой павильон Русклимат, куда, конечно, невозможно не зайти, потому что Русклимат это производитель номер один, по-моему, на мой взгляд, климатической, различной климатической техники в России. Разные бренды, Электролюкс, Балю, другие бренды. Посмотрим на климатическую технику, посмотрим, что интересного в кондиционерах, вот в нагревателях, в конвекторах. В общем, все самое интересное, это же выставка. И все самые новые технологии, самые интересные, они, конечно, здесь представлены. Ну, а поскольку Русклимат это один из лидеров в климатических технологиях, то, конечно, мы идем к ним. На выставке Акватерм я увидел новый бренд Aorus. Как новый? Он, вообще-то, уже известный бренд, но известен он, ну, главным образом, по автомобилям, таким суперкарам представительского класса. Но бренд развивается, как мы теперь видим, и появляются в портфеле бренда, что называется, и климатическая техника. Станислав, привет! Привет! Расскажите немного про бренд, немного про автомобили, потому что, конечно, для всех интересная тема, ну, и, конечно, про климатическую технику. Так, ну, начнем с того, что бренд Aorus – это аббревиатура букв, Aorus – это золото, Aorus – это Россия, ну, получается, как российское золото. Вот, впервые автомобиль появился в 2018 году для первых лиц государства. Заделал много шума, я понял. Да, для президента Российской Федерации это появился бренированный автомобиль-лимузин. Да. После этого появились такие гражданские версии. Вот перед нами у нас комендант. Далее, по концепции развития, мы, компания «Рус Климат», будем продвигать бренд климатической техники полностью. Вот. Ну, и ключевая категория – это система кондиционирования воздуха. Ну, я так понимаю, что Aorus, он, в принципе, так позиционируется, как премиальный бренд, это такая премиальная техника. Да, да, да. И бытовой технике, в климатической технике мы тоже эту премиальность будем поддерживать. Я к этому и веду. Это, конечно, будет верхний сегмент. Но мы, конечно, разрабатываем продукты, которые будут соответствовать. Мы ищем системы кондиционирования, которые будут отличаться от всего того, что есть на рынке. То есть это будут действительно новые, с уникальными особенностями и фишками кондиционеры. Ну, то есть чтобы не просто было написано Aorus, и мы за это будем брать деньги, а чтобы как бы еще технологическое наполнение, оно соответствовало. Да, да, конечно, конечно. Кондиционеры. Давайте про них немного. Это будут только инверторные сплит-системы. Здесь представлен, так скажем, концепт прибора. Уникальная особенность этой модели в том, что есть, так скажем, функция «умный глаз», благодаря которой сканируется помещение, создается такая тепловая карта, и кондиционер, во-первых, распределяет поток воздуха, чтобы он не направлялся на человека. И второй момент, когда, допустим, человек выходит из помещения, включается энергосберегающий режим, либо кондиционер отключается. Далее модель, вот это флагман. Это вот прямо так привлекает внимание. Модель с уникальными роботизированными жалюзи, более равномерно распределяется поток. При охлаждении поток воздуха направляется в потолок. При обогреве воздух направляется на пол, то есть создается такой эффект теплого пола. Обогревается и тепло лучше распространяется. Категория будет подразумевать и мультисплит-системы, то есть когда устанавливается один наружный блок и много внутренних. То есть будут подходить все внутренние блоки и можно выбирать, в зависимости от дизайна помещения, какой внутренний блок поставить. А это? Это колонный кондиционер. На рынке сейчас, в данный момент, нет дизайнерских, так скажем, приборов. Эта модель выполнена с алюминиевыми такими вот вставками. Обладает тачскрин-дисплеем. И более того, сейчас набирает тенденция приток воздуха в квартиру свежего. Многие заблуждаются в том, что кондиционер по умолчанию берет воздух с улицы. Есть такое задумание. Но на самом деле это не так, но объясняем людям. Но сейчас набирает как раз вот эта категория кондиционеров с притоком воздуха. Да, сейчас прокачиваемая тема такая. И в данном приборе как раз производительность по притоку составляет около 100 кубометров в час. И этот кондиционер, по сути, воздухоочиститель. На приток свежего воздуха вот такой вот HEPA-фильтр установлен для фильтрации. Ну, это необходимо, конечно. Да, да. Ну, кроме того, в модели присутствует генератор холодной плазмы и ионизация. Тоже способствует очистке, да. Ну, круто, круто, очень все выглядит интересно. И действительно это производит впечатление такой техники премиум-класса. В том числе не только к дизайну, но и технологически. Так что, ну, здорово. Окей, спасибо. 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 Будем следить за развитием бренда AORUS. Но мы про него еще не закончили, потому что здесь еще есть, например, водонагреватель. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Мы уже поговорили про бренд AORUS, про то, что он, ну, что называется, зашел в климатическую технику, назовем это так, да, расширяется в эту сторону. Поговорили про кондиционеры. И у нас тут очень красивые водонагреватели висят. Да, действительно. И вы нам о них расскажете. Они очень привлекают своим дизайном, это эксклюзивный дизайн, новая форма корпуса, которой нет ни у кого. То есть она создана. И все эти образцы, то есть мы сейчас представляем только рынку, они еще не запущены в серийное производство. В чем особенность данной техники? Она соответствует всем наивысшим стандартам качества, то есть она соответствует европейским уровню безопасности, энергоэффективности. Это Куас Энергосбережение А и Б, наши водонагреватели. Здесь реализованы все последние технологии, которые есть, которые мы собрали и которые мы сейчас делаем в своих водонагревателях. То есть это сухие тены, которые позволяют дольше... Не контактируют с водой и поэтому... Да, 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 да. То есть водонагреватель служит намного дольше и легче менять, если это необходимо. Электронный анод, который вообще не требует замены. То есть он нужен для того, чтобы защищать бак от коррозии. Здесь он работает постоянно и ваш бак всегда под надежной защитой. Не нужно менять его и так далее, да? Да, то есть он не требует обслуживания сервисного и замены как магниевое. Да, да, да. У нас здесь реализована технология Digital Inverter. Это плавное регулирование мощности нагрева, что также позволяет экономить электроэнергию. Электроэнергию, да, конечно. Теплоизоляция 35 мм. То есть это очень хороший показатель по сохранению тепла. И опять же экономия электроэнергию. Совершенно верно. Встроенный Wi-Fi во всех бочках. То есть это функционально, приборы одинаковые, разница в дизайне. И есть возможность выбора внутреннего наполнения бака, то есть его материал. Либо это будет нержавеющая сталь, которую мы производим в России на своем заводе. Либо это будет эмалированная сталь. Эти водонагреватели мы производим, опять же, на своем заводе, но в Китае. То есть мы стартуем сначала с нержавеющей сталь, производство намечено на вторую половину этого года. А потом уже присоединится эмалированная сталь. То есть уже к концу года, либо в начале 24-го, у нас уже на складах появится все оборудование. Еще одна отличительная особенность, которого не было на рынке, не представлена которая, это скрытый монтаж группы безопасности. Предохранительный клапан. То есть обычно у водонагревателя внизу выходит патрук. Он выходит, да. Да, и необходимо подключить клапан. Обязательно. Для того, чтобы он стравливал избыточное давление. И когда необходимо слить воду из водонагревателя, он также нужен. Так вот здесь мы его спрятали в корпус. Логичное решение для премиального... Совершенно верно. То есть снаружи мы видим только эстетичный, красивый прибор, который максимально технологичный, максимально благородный, такой красивый по форме, по восприятию. Будет круто, и хочется потрогать. Хочется потрогать, хочется его установить. Ну, установить, да. Ну что, спасибо большое. Вот, очень интересно. И, ну, очень круто то, что это не только круто выглядит, но еще и технологически реально имеет очень крутое наполнение. Такое максимальное, что сейчас возможно. Да, спасибо. Спасибо.